Здравствуйте. Это нут, турецкий горох так называемый. Сделаю из него хумус, культовую ближневосточную закуску. Я его замочил часов на 14 в холодной воде и сейчас первым делом отправляю вариться. Варится он до готовности, до мягкости, от часу до двух, в зависимости от самого нута. В ступку отправляю примерно две трети чайной ложки кориандра, ну и где-то чайную ложку даже с гаком зиры растираю. Нут, как видите, уже сварился, я его оставил в кастрюле, а воду от него в другой кастрюльке припас, она пригодится. Обычно применяют сок лимона для того, чтобы сделать хумус, но у меня лайм, ну пусть будет лайм, не крупный лайм, в самый раз. Ну где-то 4-5 ложек кунжута обжариваю на сковороде на среднем огне, помешиваю, добавив к кунжуту растертый кориандр и зиру. Ну это минут 4, не более того. Если есть некоторые навыки, можно так сделать. Отправляю нут в измельчитель, ну примерно половину, может чуть больше. Зубчиков 5-6 чеснока, туда же. Острый каенский перец, сушеный. Содержимое сковороды. Кунжут, кориандр, зира. Сок лайма. Можно добавлять частями на всякий случай. И вода, в которой варился нут, она загустела. Воды там было не очень много, и вот нут жилировал воду, слегка. Соль, оливковое масло экстра варжин. Ну и включаю, что там ушло. Содержимое очень густое, и измельчителю тяжело работать так. Добавляю еще эту воду, в которой варился нут. Пробую. Ну, консистенция жидковата, очевидно. Ну и на вкус пока еще, ну так, где-то близко, но в то же время еще и далеко. Добавляю еще нут. Немножко осталось его в кастрюле. Так, что сейчас? Ну, консистенция сейчас ничего. Что добавить, если надо что-то добавить? Ну, точно надо. Добавляю соль. Нут. Укладываю оставшийся нут. И еще масло. Нута я брал полтора стакана. Это около 200 граммов. Ну, а все остальное видели. Измельчитель полон. Пробую. Да. Уже вкусно. Надо ли что-то добавить? Я добавлю оливковое масло еще. Будет еще вкуснее. Ну, сколько добавить я? Ну, не знаю, миллилитров пятьдесят я добавил, наверное, на это количество. Можно немного меньше, можно больше. Можно при подаче добавлять масло. Вот облизывая этот нож измельчителя, будьте осторожны. Не обрежьтесь, он острый. Так, хумус готов, пошел в холодильник. Это баранья лопатка. А может быть лопатка ягненка. Ну, молодого барашка. Вот так классно разрезают на Дорогомиловском рынке лопатку, удаляют большую кость и оставляют меньшую. И вот такой кусочек мне обошелся в 250 рублей. Это сентябрь 16-го года. И мясо тут, ну, где-то 650 граммов чистого, а всего где-то на 800 тянуло с этой косточкой. Режу очень просто, как вы видите, но не крупно. И не толсто. Луковицу нарезал полукольцами. Подсолнечное и оливковое масло примерно пополам. Обжариваю луковицу. Ну, сначала нагрев максимальный, а минут через 4 средний. Добавлю красный чили к баранине, но немного. Лук стал прозрачным, укладываю мясо. Ну, опять же, даю максимальный нагрев, а минут через 5 перейду на средний. Ну, это молодой барашек. И общее время готовки составило где-то 55 минут. Минут через 5 переворачиваю и периодически переворачиваю. Добавил чили. И зиру. Ну, она очень дружит с бараниной. Ну, собственно, с говядиной тоже. Растер в ладонях. Ну, где-то минут 25, наверное, прошло. Потыкал вилкой. Нет, еще не готово. Посолил. Накрыл крышкой и убавил нагрев до слабого. Но не минимального, повыше. Минут через 10 проверяю. Запах уже роскошный. Попробовал, ну, алденте. Надо еще минут 10 подержать. Поэтому, опять же, накрываю крышкой и держу минут 10, может быть, даже 12. Хумус обычно подают вот так. Хумус – классная закуска. Если никогда не делали, сделайте. Оливковое масло, паприка. Несколько зерен сверху. И обычно кинза. Макают лепешку в этот хумус, и так и едят. Ну, сегодня хумус у нас как бы вспомогательное, вспомогательное блюдо. Поэтому подаю несколько иначе. Посыпал паприкой. Кладу мясо. Ну, получилось офигенное сочетание. Барашек сам по себе, конечно, супер. А еще и тут прохладный хумус добавляет вкусов. Ну, очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита. Пока. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»